здравствуйте уважаемые зрители позвольте внести свой вклад в копилку обзоров mitsubishi pajero sport 2021 года последняя версия последний рестайлинг сразу оговорюсь будет очень большое отличие от всех тех людей которые данный обзор уже делали чем сейчас объясню самое главное отличие что это автомобиль мой и стал он моим 29 километров назад то есть сейчас мы на объездной городе краснодар вот в краснодаре приобрели сами мы родом я и тот человек чьими глазами вы на меня смотрите средние полосы россии можно сказать средней волги но специально за этим автомобилем прилетели в город краснодар причиной тому стало что был критерий при выборе этого автомобиля он должен быть в наличии то есть тоже он должен быть дизельным это мой первый опыт дизельных автомобилей и очень хотелось определенную комплектацию для меня важно мне просто хочется у меня на предыдущей машине тоже был кожаный салон мне нравится кожный салон получилось взять пред максимальную комплектацию каким-то чудом в подарок ну псевдо в подарок да так как все вы знаете что дел дилеры имеют такое свойство они за счет установки дополнительного дополнительного оборудования имеют свою дополнительную маржу и вот тот дилер который находится в город краснодар у которого это автомобиль приобретался можно сказать был таким достаточно гуманным то есть соотношение установленных допов на этот автомобиль такие как обработка днища установка металлических металлической защиты на двигателя коробки раздатки сигнализация тонировка само собой ну и что там еще по мелочи это все в принципе конечно если бы я пошел самостоятельно все это сделать и было бы дешевле но что хочу какую мысль донести мы мы все люди живущие забываем о самом главном что наша жизнь она конечна и самый ценный ресурс который мы имеем этот ресурс называется время то есть конечно же я мог вместо тех несколько сотен которые они насчитали на это дополнительное оборудование пойти это все сделать самостоятельно и это бы наверняка я думаю обошлось бы в половину этой стоимости но сколько бы времени и нервов мне пришлось потратить а тут самолет краснодар очень двойственное мнение осталось о сотрудники данное дан данного салона поэтому сам салон я называть не буду в котором приобретался и к сожалению дело именно в сотрудники ну может у него какие-то критические дни жизни несмотря на то что он мужчина не суть так вот чем еще это обзор будет отличаться он будет записан в пути то есть от этой точки до нашего с оператором дома примерно 1600 1700 километров но мы решили благо у нас есть спереди покажи пожалуйста спец номера который позволяет нам передвигаться чуть быстрее нежели всем остальным участникам движения поэтому мы решили сделать небольшой trip по южной части нашей страны и заскочить прокатиться по побережью скачать несколько достопримечательностей нашей страны находишься находящийся на юге россии и весь обзор он будет записан в пути поэтому есть такое слово применю как объективная оценка будет данного автомобиля но скажу следующее что само понятие слова объективно но на мой взгляд не очень имеет право на жизнь почему потому что вот очень часто обзорщики делать они садятся и говорят вот автомобиль валки другой садится говорит что он там клюет при торможении третий говорит вот у него там фары какие-то не такие четвертая динамика почему у людей такие разные мнения об этом автомобиле причины тому следующие причиной тому точнее будет сказать так является то на чем они раньше ездили или если сказать более правильным то что им больше нравилось я думаю что в моем случае оценка будет более-менее близка к адекватности потому что до этого автомобиля еще пару недель назад я ездил на автомобиле hammer h3 h3 двигатель был 37 литра бензин тоже белый цвет после того белого внедорожника я понял что вот мне хочется есть на внедорожнике именно белого цвета здесь белый перламутр здесь уже керамика нанесена также дилером вот и в пути я буду рассказывать о своих ощущениях и эти ощущения будут основаны на предыдущем опыте то есть я буду примерно внутри себя у себя в голове сравнивать эти два автомобиля а некоторые люди на мой взгляд совершают ошибку садясь после какого-то там спорткара да там бмв 630 да и ждут что это автомобиль с такой же динамикой будет передвигаться за 29 километров я понял что он ну как бы очень немного резвее хаммера 2007 года выпуска и всего лишь четырех ступенчатой коробкой передач здесь передач в два раза больше 8 ну интересный момент конечно когда ты на хаммере едешь ты тапочку дальше ты прям чувствуешь такую прям чуть ли как это сказать с чем сравнить гидроудар такой в педаль что бумку 2 2 3 а здесь едешь этого не чувствуется но динамика разгоном примерно схожие нажимаешь педали и он такой ну сейчас 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 разбегусь вот у меня на автомобиле там откуда мы прилетели сегодня в краснодар уже лежит снег я был больших раздумьях что делать с резиной потому что ехать обратно будет сейчас юг закончится будет уже средняя полоса снег лежит но опираясь на личный опыт опять же скажу на хаммере была у меня ли зимняя резина и она не ездил там стояла резина йокохама стояла все сезонка и я понял что для такого класса автомобиля если честно но нет смысла покупать отдельно летнюю отдельную зимнюю резину но это мое субъективное мнение мое убеждение и на данном автомобиле уже от дилера самое интересное что сам даже продавец который оформлял тузен сделка консультант на котором я говорил самом начале да что такой сложный какой-то период по ходу в жизни с доброжелательностью здесь есть тоже стоит йокохама и по аббревиатуре которая нанесена на покрышки она звучит как всесезонная резина он же говорит что это летняя ну я решил рискнуть опираясь опять же на личный опыт в вождениях хаммера учитывая что здесь супер селект там самая максимально умная система полного привода находящаясь сейчас на рынке и поеду я на этой же резине заодно наверное что-то они когда мы будем в ледах в снегах находиться что-то я не запишу единственная правда разницы между этим автомобилем и хаммера что ха хаммер он тяжелее намного и может быть это конечно еще придает такую некую уверенность дороге как как он едет как в литой лед снег дождь грязь кровь едет и едет так что едем смотрите дальше я думаю все будет интереснее 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 не знаю чувствуете вы дорогие друзья также как и я или нет запах нового салона автомобиля признаюсь положа руку на сердце это мой первый новый автомобиль автомобиль салона раньше я жил какими-то убеждениями о том что вот автомобиль надо купить чтобы потом его продать и как бы на этом ничего не потерять опа с полного в задний привод переключился и вот сейчас мне 41 год и я понял что как-то я на самом деле не очень правильно живу а все время пытаюсь сэкономить на чем-то сейчас я стал думать по-другому мне кажется для себя надо что-то придумать купить себе автомобиль который тебе нравится поедет на нем настолько сколько ты твоей душе этого будет достаточно и поменять его другой автомобиль вот ну первое впечатление как я сказал уже на спидометре 29 километров автомобиль очень по манере езды на мой взгляд схож с автомобилем хаммр несмотря на то что тот был две тысячи седьмого года этот две тысячи двадцать первого то же самое небольшие небольшая валкости есть небольшие завалы ничего динамика точно такая же что нажимаешь на педаль и он такой несколько секунд ну несколько долей секунд конечно думает и потом едет но в целом опять же отталкивать от предыдущего автомобиля этого но у них есть большая схожая черта в том что есть ямы на дороге нет ям на дороге ты не задумываешься выбираешь направление едешь в том направлении в котором тебе хочется все едем дальше и так спидометр показывает 49 километров вот здесь снизу что могу сказать за 49 километров вернее я бы хотел небольшую предысторию как пришла в голову мысль приобрести данный автомобиль то есть я ездил на автомобиле хаммар третьим кто его видел тот знает что дизайн автомобиле хаммар не перепутать ни с чем нельзя и в этом его большой плюс лично меня он очень подкупает потому что визуально он создает такую мужественность квадратность форм и например с точки зрения экстерьера эти два автомобиля они совершенно разные то есть хаммар он такой брутальный вот эти фары круглые обрубленные формы mitsubishi pajero же он наоборот такой весь разумеется в японский стиль зализанный у меня такие ассоциации ну я думаю что многие видели фильм называется люди в черном по моему в первой части там есть такой момент что вот один из инопланетян с планеты там тараканов вроде прилетает и снимает с человека оболочку кожу и в нее как-то умудряется поместиться и в какой-то момент происходит такое действие что он берет что он берет и на макушке собирает кожу и у него все лицо такое натягивается глаза становятся узкими ну вот кто видел те меня наверное сейчас понимают кто не видел я рекомендую посмотреть этот момент и понять и мне кажется именно оттуда дизайн морды этого автомобиля и появился как будто было что-то вроде хаммера а потом взяли где-то на макушке все натянули и глаза стали более японской направленности так что ли сказать вот еще такое различие внутри салона вот уже 53 километра проехал я на нем в автомобиле хаммер интересно было у него так далеко стекло казалось что это руку вытянешь и при всем желании независимо от того какой у тебя размах рук ты не достанешь до него а здесь направленности направленность стекла она имеет более острый угол так наверное правильно сказать и все кажется рядом вот потолок у меня 86 метр 86 рот вот потолок вот здесь левое стекло но даже не знаю плюс минус это с одной стороны ты сидишь очень компактно себя чувствуешь что-то вроде даже ну легкового автомобиля напоминает но не считая угла в коленях то есть более высоко ты сидишь и у тебя нога согнута она в принципе на мой взгляд отдыхает изначально когда сел в туннеле вот это чувствовал боковая правая нога в него упиралась ноги здоровые я человек атлетичный а я от мысли ушел и как к этому автомобилю пришел иногда у нас в жизни если вы очень внимательно к ней относитесь происходит такого рода события когда такое ощущение как будто бы ну можно его трактовать по-разному либо некоторые говорят вся вселенная против меня объединилась некоторые говорят что прекрасный момент извинить свою жизнь и вот я себя отношу наверное больше ко второй части считаю что у нас иногда наступает такой момент в жизни когда все дороги переплетаются и надо принять какое-то решение то есть либо ничего не делать и ваша жизнь не изменится вы опять в том же самом русле будете дальше как это сказать плыть по течению ничего нового не будет либо наоборот вот вам надо принять кардинальное решение оно обычно очень неудобное оно очень сильно вас вводит из зоны комфорта но ваша жизнь однозначно начнет меняться ну да впереди небольшие горы хотя учитывая наш опыт там путешествие на мотоцикле по горному Алтаю по Дагестану Чечне это конечно не горы ну для тех кто пользуется только ютубом для изучения мира наверное этого будет очень даже достаточно и вот и сложились такие обстоятельства что пришлось была необходимость от этого автомобиля Hummer ну например его так что ли сказать ну надо было короче юридический вопрос некоторые закрыть и пришлось его отдать и встал вопрос либо его переоформлять либо его продать я выставил на продажу чуть выше средней цены рынка автомобиль в хорошем состоянии приехал человек я сделал ему скидку хорошую потому что раздатка вроде начала чуть у возмущаться он купил автомобиль ну и сразу же после того как мы пожали друг другу руки заехал в автосалон Mitsubishi почему-то ничего другого по пути не попалось обратившись к консультанту тут же была возможность не надо было не записываться ничего делать просто оформили были права оформили документы и я сел на тест-драйв поехал с ним вместе забегая вперед скажу про людей которые вот как раз показывают вам автомобиль на тест-драйве я благодаря этому понял что ну я не призываю не критикую но лично это мое убеждение что я покупать себе автомобиль после человека после автомобиля тест-драйва я бы себе не хотел потому что он так отчетливо нам хотел показать насколько этот автомобиль устойчив к различным неровностям дороги что казалось что где-то сейчас колесо у нас все-таки отвалится он правда показал ее проходимые функции этого автомобиля там была гора я вот сам еще не попробовал очень без подключения просто был полный полный привод включен очень проходимость вот купила но как-то внутри было внутренние сомнения я сам прокатился на дизельной версии она по сравнению конечно с с хаммером она более динамичная автомобиль более комфортный коробка из того что восьмиступенчатый такое ощущение как будто на вариаторе вообще едешь но появились сомнения и начал я смотреть в сторону Land Cruiser Prado далее произошла череда событий благодаря которым опять же скажу что такую мысль что наш мир устроен так что надо всегда выбирать самый короткий путь о братья байкеры хочется помахать а не на мотоцикле блин самый короткий путь то есть вселенная у нас устроена так что ничего сложного она для нас не готовит и надо делать то что у вас идет идти туда куда у вас идет то есть то что доставляет вам удовольствие и получилось так что Prado он был значительно дороже если брать хотя бы более-менее по приблизительным комплектациям ну более-менее то он был во-первых дороже во-первых во-вторых очень много допов по наличию сложности с машиной а именно с этим автомобилем случилось так что он был в подходящей комплектации тот который я хотел ну пока по крайней мере я сейчас еду вот уже 62 километра и мне кажется что это та комплектация которую я хотел вот и он был в наличии плюс у нас вот как я уже сказал с моим оператором есть незаконченное дело здесь на юге России то есть нам надо Tundra это следующий автомобиль либо второй будет то есть есть планы по югу России прокатиться сейчас мы хотим прорваться в угрозу хутор и поэтому данные события я и страктовал как максимально комфортные мне то есть я получил машину которую я хотел полноценный джип с рамой на раме по в принципе учитывая нынешние события на авторынке по адекватной цене комплектация пока мне она кажется ну максимально достаточно допы которые дилер установил самостоятельно я очень надеюсь что качественно тут дорога покажет так же и вот эти все факты просуммировав я понял что вселенная как обычно ко мне благословна поэтому едем дальше смотрим дальше от 분 по у в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, оператор сейчас вам всю красоту покажет В которую я не вписываюсь Я в свою очередь расскажу немного еще про то, с чем пришлось столкнуться Я напоминаю, что мы выехали на этом автомобиле из города Краснодар И сейчас доехали до Роза Хутор Получилось примерно 370-380 километров Я запамятовал, что на одометре написано С чем удалось столкнуться? С чем пришлось столкнуться? Вернее, какие моменты я для себя открыл? Первое, это динамика автомобиля Я в начале этого нашего путешествия уже говорил о том, что я Никогда в своей жизни не имел дизельных автомобилей И данный автомобиль показал, можно сказать, не совсем мою психологическую готовность К таким автомобилям Но в целом мне нравится, немного не хватает динамики Напоминаю, что по паспорту у этого автомобиля 181 лошадиная сила Но я сейчас всю дорогу ехал, вот эти километры И думал о том, что есть программа, которая позволяет сделать некий апгрейд И добавить, я точно не помню, но у лошадей 30-40 она должна добавить Это не влезая ни в какие, ни в двигатель, просто меняется, перепрошивается сама программа автомобиля Вот, и я думаю, что по приезду я это сделаю По крайней мере, по отзывам, те, что я видел в интернете Очень сильно эту проблему решает И так, даже если убрать это Автомобиль мне, в принципе, нравится Напоминаю, что он рамный, что он внедорожник И задачи у него другие И если правильно управлять педалью газа То можно в том числе и управлять тем, как коробка играет между этой своей восьмиступенчатой системой То есть вот на Хамре, когда я ездил, там четырехступенчатая была коробка-автомат И там надо было для того, чтобы машина либо переключилась Надо было чуть педаль газа отпустить И она на следующую передачу перещелкивается Вот, благодаря тому опыту на этой восьмиступенчатой можно тоже интересно играть Но, правда, эта игра получается где-то в пределах, в рубеже Где-то со ста километров начинается Сто, сто пятьдесят, вот там можно так интересно ускоряться Когда машина разогналась, имея там такой существенный вес То можно играть педалями И вот пока номеров нет, мы очень быстро шли Многие седаны просто оставлялись независимо от того, в Германии они сделаны Или в Японии оставались позади нас Вот, хочу сказать про свет данного автомобиля Тоже где-то слышал о нем Буду очень кратко Ближний свет очень прекрасно светит Мне очень понравилось Даже какой-то момент был, я забыл включить фары И просто ехал на ходовых огнях Даже их какое-то время хватало А потом осознание пришло, что у других машин ярче свет Я включил ближний свет Четкая горизонтальная линия Ну, с небольшим переходом есть, да, на обочину, когда она чуть больше берет Идеальный свет Лучше, мне кажется, любого ксенона По-дальнему небольшой вопрос Ну, такой спорный мне показался Может, его можно как-то отстроить, настроить или перестроить Ну, такой какой-то неровный пучок Ну, может быть, он таким и должен быть Про раскачку автомобиля Автомобиль рамный И мы, когда сюда ехали Видно же, что качается, да? Когда сюда ехали Я Доверился навигатору И даже в мыслях Не позволил себе держать такой вариант Что, оказывается, дороги две Есть какая-то дорога прям по побережью идет Хорошая, прямая А есть, как вот здесь сказали Старая дорога, которая Гигантский серпантин Я не знаю, 200 километров, наверное Там вот средняя скорость Ну, километров 60, дай бог Это прям вообще нормально Если ты среди скорости едешь И постоянные вот развороты Там, градусы от больших До вот такусеньких Интересно, конечно Считаю себя очень хорошим водителем Очень-очень И поэтому во все эти повороты Очень хорошо я чувствую Ну, может быть, после Хаммера Так отработалось Может быть Голова у меня так работает Что у меня вот эти геометрические фигуры Более ясны Я легко их перевожу В маневры И поэтому какие-то сложности При поворотах Разворотах Там они еще постоянно С гора С горы Поворот Ну, вот это все такое Интересное По большому счету Если ехать недолго То никакой вот этой Динамической раскачки Со стороны в скорость Не чувствуется Но если ты едешь долго Признаюсь Вот эти 200 километров Которые мы ехали Даже у меня в конце У оператора Так вообще Учитывая, что Так сказать Плохое самочувствие стало Даже у меня в конце Разболелась голова От того, что постоянно Вот это есть Ну, я как бы без претензий Автомобиль красавчик Везет, едет Еду я практически всю дорогу На заднем приводе Даже не понимаю Для чего на асфальте Сухом Ездить на полном приводе Не нашел себе объяснение Поэтому пока еду так Сегодня мы уже стартуем Потихоньку В сторону дома В сторону средней полосы Там у нас снег Вовсе лежит Опять напоминаю Здесь сезонная резина стоит Будет эксперимент По пути Считай С плюс 12 Вот сейчас мы находимся Ноябрь Роза Хутор У нас там уже минус Там уже будет Полный привод поставить Там будут эксперименты Ну, я думаю Что дальше я расскажу Вот Наверное Из каких-то Срочных моментов Которые пришлось Пережить пока все Интересный момент Еще такой был Сейчас когда В гору Мы на самом деле Ночью сюда приезжали Но нас не заселили В это чудесное место И нам пришлось Спуститься вниз В Роза Хутор Здесь мы находимся Сейчас наверху В Олимпийской деревне Интересный момент Такой был Не до конца мне понятен Прошлый раз Мы в гору Когда поднялись И остановились Тут есть Что-то вроде Поста досмотра Там останавливаешься Я когда выходил Багажник показывал Был какой-то запах Такой Как будто Что-то вроде Жены, резины Знаете Что-то такое Ну, я тогда Из головы выкинул Мы переночевали внизу Часа опять наверх Поднялись Чтобы этот вид Посмотреть При свете белого дня И опять Вот на том же самом посту Какой-то есть Небольшой запах Не могу понять почему Что может быть У автомобиля Притираться Ну, сейчас буду дальше Наблюдать И искать этому ответ Ну, либо просто Эту мысль И выкину Вот Интересно По комплектации Еще такие вопросы У меня Я где-то вначале Уже говорил о том Что задача была Найти машину На коже Вот Ну, просто мне нравится С точки зрения Ну, и практичности То, что ее всегда Можно почистить Маленькие дети Есть, которые там Свиньячат Время от времени Мне самому просто нравится И при этом Какая-то Комплектация такая Получилась Предмаксимальная Но В этой комплектации Нету Сервопривода Задней двери багажника То есть он ручной Кнопочек нету Ну, дискомфорта Я не испытываю А, кстати Про камеру Хотел сказать Камера Признаюсь Был бы я Каким-то Супер эстетом Автомобилем Я бы сказал Что она очень хреновая На самом деле Качество очень плохое Изображение картинки Но основную свою функцию Она выполняет Мне кажется У меня неродная камера Вот я на камере стоял Неродная В смысле Отдельно установленная Я даже не помню Какие-то смешных денег Она стоила Она даже Картинку бы давала Более четкую Чем эта камера Ну, в принципе Смысл ее понятен Она должна Нас примерно ориентировать А рассчитывать Мы все-таки должны На зеркала И на свое ощущение Этого автомобиля Про зеркала Хотел еще сказать Интересная вещь Вот, например В частности На автомобиле Хаммер H3 Когда у меня были Пару таких случаев Когда я ехал И смотрел в правое Боковое зеркало И по какому-то Течению обстоятельств Приподнимался И, благо, хватил На это ума Заглядывал И рядом может ехать Какой-нибудь Седан низкий И вот в этой Мертвой зоне Его вообще не видно Просто вообще И было у меня Пару таких моментов После которых Я выработал привычку Каждый раз выглядывать И вот Какой-то отзыв Мне попался Тоже автор Говорит именно Про Падзеро О том, что Тоже правое зеркало Оно скрывает Мертвую точку И автомобиль не видно Я За эти Почти 400 километров С данной проблемой Не столкнулся Мне кажется Здесь такие Огромные зеркала Что В них можно бриться Расчесываться Зубы чистить Не важно Просто и правое зеркало Гигантское Просто правильно настроить У меня претензий нет Не нравится мне Конечно То, что хром На этих зеркалах Вот тоже Заморочишься Или не заморочишь Может там Как-то его убрать Можно И расхромировать Мне кажется Это перебор Хоть и на Хаморе Были тоже Хромированные зеркала Но как-то там Это Органично Что ли смотрелось А здесь Мне кажется Перебор Так Наверное Пока все И Сейчас мы сделаем Спортивную паузу Вас вам Всем предлагаю Присоединиться Спит земля Пусть отдохнет Пусть У земли Как и у нас С тобой Там впереди Приятные Звезды Есть особые люди Они не боятся мечтать Они идут неизвестно Из даже туда Где трудно дышать И каждый их шаг И каждый их шаг Это шаг Направление будущего Пусть отдаляется Наш земной шаг Жизнь идет на все крепче И будет не легче Но он проснется И снова весь чокнутый мир Себе свалит на плечи Холебные речи Когда уйдем в вечный Но пока есть только тот путь Что выбран на карте Помечен Время первое Время смелое Время для тех Кто всеми руками Берется за дело Время первое Время смелое Время поднять свою голову Вверх Вверх В небо Каждое утро устало Волочишь ноги на завтра Каждое утро проверяешь баланс Когда копнется плата Каждое новое утро Не хочется быть одному тут Тут без шуток Не как каждый день По новым странным маршрутам Все ниже и ниже Вот вроде бы дно Но в него постучали Ты ищешь примеры людей Что падали, но поднимались Падали, да, но не сдались Маленький темный катарсис В холодных обитаем местах здесь Но однажды наступит весна здесь Сегодня возможно как раз тот день Время первое Время смелое Время для тех Кто всеми руками Берется за дело Время первое Время смелое Время поднять свою голову Вверх, вверх, в небо Вверх, в небо Время поднять свою голову Вверх, вверх, в небо Вверх, в небо Время поднять свою голову Вверх, вверх, в небо Продолжение следует... 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 Учитывая, что у нас нет номеров Мы можем чуть быстрее себе позволить Но ведь люди разные И если вы будете на юге Обязательно рекомендую Ну и даже не только на юге Попробовать местный колорит Вот мы едим это Чурчхел или что-то такое Орехи в Орехи, сухофрукты в соке Внутри нитка На чем он все готовит Очень калорийно А самое важное Что есть очень большая Вероятность, что очень натурально А чтобы быть здоровым Надо есть натуральную пищу Под которую Собственно наш организм заточен Наше путешествие На нашем автомобиле продолжается И случилась такая интересная история Так как мы едем по югу России А он славится тем, что есть На его территории Ну и не только На самом деле По всей нашей планете Данная особенность Присутствует Данное Особенное Особенные Архитектурные сооружения Так может быть Можно сказать Присутствуют И вот мы Ехали по пути Заехали Не доезжая Геленджика Одной из достопримечательностей Вот За моей спиной Стоит дольмен Самое интересное Что мы когда его нашли Тут через поселок Надо проехать И Какой-то указатель есть Но куда идти Точно не знаешь И совершенно случайно Как мы с вами знаем Случайности Не случайны Была женщина Я спросил У нее Где находится дольмен Она позвала другую женщину И Вышел этот чудесный человек И Сейчас нам такую экскурсию провела Она рассказала Так много Всего Интересного И Это интересно И настолько интересно Что Некоторые люди Могли бы посчитать Ее сумасшедшей Ну так как Ни я Ни мой Оператор Люди тоже По местным меркам По современным меркам Люди не совсем Психически здоровые Наверное Да Мы посчитали Те рассказы Которые она нам Поведала Очень даже Интересные Итак Дольмен Он не Приватизирован Он еще Не Коммерциализирован Наверное Так Да Стоит Одиноднешник Здесь нет Никакой палатки В которую надо Заплатить И Смотреть дальше Достопримечательности Поведила нам Экскурсию Показала Здесь Несколько Пещер Сейчас мы Дойдем И покажем Куча у меня ключей От того автомобиля Благодаря которому Мы здесь оказались Вон такого рода Здесь трон Видно в камеру? Здесь В скале Присутствуют Различного рода Троны На которых Можно посидеть И как Вот нам Чудесная женщина Поведала Приобрести Различного рода Качества Начиная От плодородия Смелости Еще чего-то Вот Ну мы Как бы Пересарховались И везде Понемножку Посидели Часть Тоже Архитектурного Сооружения Вроде Как сделанное Самой Природой Пещера Называется Возрождение Оператор Тоже Сможет Залезть Да? Оператор Ты сможешь Залезть? Нет Свой Телефон Я боюсь Что Ой Ну если поближе Камера Сделал Здесь нам Показали Изображение Дельфина Если вы Люди Тоже Не очень Нормальные Так же Как и мы То вы Однозначно Увидите Голову Да? Паучки Есть Ну Наше Путешествие Продолжается Дальше Путь У нас Произошел Произошла Смена Вида Транспорта Дабы Разгрузить Пятую Точку Произошла Она В городе Геленджик Напоминаю Что мы Все еще В пути На автомобиле Mitsubishi Pajero Sport Сейчас Если у оператора Совести Хватит Он покажет Вам Прекрасный Вид Этого Морского Царства Морского 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 Километраж На данный момент Пройден 1221 Километр И там 200 метров Не было возможности Полноценно Оценить Данный автомобиль Но на С точки зрения Его скоростных Характеристик На асфальте Напоминаю На протяжении Всего пути Я еду На заднем Приводе Там На серпантине Вот в этот промежуток Между Сочи Там Геленджиком Очень много Серпантинов Различных Очень много Ремонта дорог Я где-то в пути Попробовал На полном Приводе Покататься И у меня Вот Я не знаю Насколько это Ощущение верное Такое чувство Что вот на асфальте На больших Изломах Какое-то идет Такое Ну Сопротивление Что ли Между передним И задним Приводом Ну то есть На мой взгляд Полноценно По чистому Асфальту Я например Его не планирую Использовать На полном Приводе То есть Какая-то Обледенелость Снег Вода На асфальте Однозначно Это полный Привод Но вот если Асфальт Полностью Сухой Я считаю Мое Вот этот Небольшой пробег Мой опыт Показывает Что он Отлично Идет Этот автомобиль На заднем Приводе Сейчас Перед Ростовом Был Участок Платной Дороги Получилось Попробовать Оценить Динамику Ожидаемый Если ты к этому Готов Удар Есть Вот Как я ранее Говорил Еще вот этот Шум Вот В этой области Арки Идет Когда ты Тоже На скорости Идешь 100 километров И выше Немного Напрягает Но я думаю Что где-то Со временем Прикатаются Мои уши К этому звуку И Войдет Все нормально Еще хочу Такую вещь Сказать Вот Составила Небольшой Дискомфорт И об этом Много говорили Я просто Полностью Разделю Мнение Тех Обзорщиков Которые Уже делали Описание Данной Данного Момента Для улучшения Данного Автомобиля Это вот Блок управления Стеклоподъемниками То есть Кисть Для того Чтобы управлять Даже своими Стеклоподъемниками Передними Не говоря уже Задних Приходится Изламывать Ну как бы Сейчас у нас Ноябрь И Температура За бортом Нашего Воздушного Судна Не предрасполагает К тому Чтобы лишний раз Открывать И закрывать Стеклоподъемники Вот Хочу сказать Про устойчивость Автомобиля На мой взгляд Вот я после Хаммера езжу Вот я каждый раз Это подчеркиваю Во всем видео Что я еду после Хаммера Хаммер отлично Держит дорогу Тяжелый Такой огромный Внедорожник Третий Это еще не самый Огромный Но он едет Как влитой Как по рельсам Вот этот автомобиль Что-то похожее Но он значительно Легче Хаммера Но он что-то похожее Но такое ощущение У него Вот у меня Внутреннее По крайней мере Что он такой Более спортивный Конечно же У этого автомобиля Нет той харизмы Которая есть у Хаммера Например Вот Когда я ездил На том автомобиле Ты постоянно чувствуешь Взгляды людей Ну В основном Мужчин Мужчин даже Не в основном На свой автомобиль А этот Ну Как бы Теряется в потоке Главное Что он Тебе внутреннее состояние Доставляет Удовольствие Доставляет внутреннее Очень хорошая Динамика Обгона На скоростях Тоже Так же То есть Когда ты Где-то стартуешь Он Вот эти Свои 8 передач Он Перещелкивает Набирает обороты И очень сильно слышно Как работает Дизельный двигатель Хрустит Но стоит Перепрыгнуть Отметку 100-110 километров Ну Вот если правильно Лавировать между машин То Ощущение Что ты едешь Ну Вот я По крайней мере Как будто я еду На легковой машине Вся эта фигня Которая там Говорят Что там Бьет в руль Что-то там Ну На мой взгляд Это полный бред Ну Либо вы просто Не готовы К внедорожникам Да Чтобы ездить На внедорожной машине Ну Тогда смысл Надо взять Какой-то паркетник Такой легенький Да В котором Ничего делать не надо Он просто сам по себе едет И едет По асфальту Если вы хотите Внедорожник Но нету здесь Нету никакого Вообще Хотел еще такой момент Может быть Господа из Митсубиси Смотрят Я Не смог Применить Свою фантазию Понять как можно Лючок бензобака Скрутив его Куда-то поставить То есть Вы открутили Ставили шланг Вам надо дойти Заправиться А люк висит Сейчас мы едем Благо сухо А вот сейчас Мы к себе приедем Там грязь Снег Машина постоянно Грязная Лючок получается Будет висеть На этой своей пробке Ну либо Если кто-то знает Напишите в комментариях Пожалуйста Куда его можно Прикручивать Чтобы он не болтался Так Наверное Путь у нас Лежит дальше Будет интересный момент Когда вот Сейчас покажет оператор Сейчас мы едем По трассе Сухо Красиво Светло Не очень тепло Сейчас плюс 3 Показывает Напоминаю У нас Всесезонная резина Здесь стоит Хотя Заходя на официальные сайты Многих производителей Ой Интернет-магазинов Например В частности Сейчас такой раздел Всесезонной резины Убрали То есть Есть зимняя резина Есть летняя резина На наших колесах Есть маркировка Определенная Которая Со слов производителя Подтверждает Ее всесезонность И как раз Мы на этом автомобиле Уже в режиме Суперселек Полный привод Будем ее тестировать Так что Как это называется Присоединяйте Или не отсоединяйтесь Наблюдайте дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак Уважаемые зрители Эпилог У меня есть маленький сын И время от времени Я ему говорю Сынок Никогда не слушай совета Тех людей Которые не имеют То о чем они говорят К чему я это В интернете Есть разного рода Обзорчики автомобилей Которые берут Данную марку У официального дилера Ездят, снимают тест-драйв И там плюются Рассказывают о том Что эта Модель не имеет права На жизнь Ну и так далее Куча их недостатков Данной модели На мой взгляд Это мнение Очень субъективное То есть Все зависит от того С чего мы на эту машину Пересаживаемся И какое у нас вообще Представление об автомобиле То есть Какими свойствами Должен автомобиль обладать Может быть Они Все-таки склонны Больше к спортивным седанам И садясь на равный Внедорожник Позволяют Себе Выплевывать Такого рода Убеждения Да Я скажу свое мнение Вот мы добрались До средней полосы Полосы России Наше путешествие было С юга России Начиналось Сейчас мы Грубо говоря С плюс 18 Приехали в минусовой Абсолютной температуру Вот у нас лежит снег Я ранее говорил о том Что Попробую на все сезоны Резине поесть Но Уже здесь На подъезде Было принято решение Созвонили с магазином Прям приехали Все в наличии было Все-таки На данной машине Сейчас стоит Резина зимняя Стоит Нешипованная резина Бриджстоун Прекрасно гребет Прекрасно держит машину Прекрасно держит дорогу Что я хочу Об этом автомобиле рассказать То есть Свою субъективную точку зрения Если у вас Есть какое-то понимание От жизни Как о Рыболове-спортсмене То на мой взгляд Но при этом Вы живете в городе Все-таки Надо иметь Какой-то Автомобиль Для легкового Передвижения По городу А для того Чтобы ездить на рыбалку Например Полноценный Уазик Если вы Охотитесь на большую рыбу А если на маленькую То Ниву Да Так же Если у вас Нету намерения Бег в течение То есть независимая Независимая Дальше вас также это будет настоящим мучением потому что машина большая ну я лично я очень хорошо габариты чувствую после предыдущего автомобиля мне все комфортно я даже смесь смирился с этой динамикой этого дизельного двигателя точнее я под нему подстроился ну либо он под меня сейчас я в голове еще вынашу мысль по поводу перепрошивки двигатель но думаю все-таки наверное дойду я до этого там так как никакой механический механического вмешательства автомобиль не происходит поэтому если вы планируете жить точно так же как я полной жизнью дышать полной грудью полным воздухом независимо от географического вашего расположения то этот автомобиль вам подходит если же вы катаете от района в район от одного городского адреса к другому то он мне кажется вам не все-таки посмотрите на какой-то более компромиссный паркетник вот вам всем удачи я поддержать данное видео вот таким знаком если она вам не понравилась так как я уверен что большинство зрителей здесь мужчины я предлагаю вам поступить по-мужски и написать комментарий что вам именно не понравилось ну как бы не ограничивайтесь вот этим знаком палец вниз все-таки это не мужской поступок делать что-то за спиной давайте оставим это наш эту черту нашей красивой половине человечества а если у вас есть какие-то момент для улучшения в частности во мне или в моем рассказе автомобиля либо чем-то еще о чем-то еще он прошу вас написать просто комментарий вам всем удачи будьте здоровы и путешествуйте